МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 марта 1983 года президент США Рональд Рейган объявил о начале программы СОИ, стратегической оборонной инициативы. Предполагалось развернуть на орбите эшелоны военных спутников, способных перехватывать советские баллистические ракеты. И вот мы встречались в Вашингтоне весной 1983 года между нашими двумя академиями, там многие были конструкторы, они мне сказали в один голос, да не это, это такая ерунда, это невозможно, это бессмысленно. Я спокойно уехал, и вот пока я летел в Москву, Рейган выступил. Совершенно неожиданно для американцев, для американской технической военной элиты. Ужаснулись не только американские ученые, но и весь мир. США обходили договор по ПРО, ограничении противоракетной обороны. Резко возросла опасность ядерной войны. Страх подогревался рекламной кампанией, рассчитанной на устрашение противника. Предполагалось, что СССР начнет строить аналогичную дорогостоящую систему. Через два года Михаил Горбачев заявил, что на программу «Звездных войн» у Советского Союза есть ответ. И ответ этот асимметричный. Было запущено несколько программ и в Советском Союзе. И фактически они показали, что все усилия этой системы могут быть достаточно дешевыми средствами и обесценены. Еще через 15 лет Горбачеву задали вопрос, какие государственные тайны хранит бывший первый президент СССР. Он ответил, что многие. Но главная тайна – это наш несимметричный ответ на американское Союзе. Оружие России. 1985 год. Военный потенциал СССР не уступает американскому. Россия лидирует во многих передовых областях науки и технику. Совершил первый полет самый большой самолет «Руслан». Гарри Каспаров завоевал шахматную корону. В то же время отчетливо проявляются признаки надвигающегося кризиса. Растет апатия населения. Партийные лозунги окончательно утратили доверие. Дефицитом становится колбаса, магнитофоны, модная одежда. Кризис усугубляется неблагоприятной международной обстановкой. По данным ЦРУ. В начале 80-х годов США применили против СССР стратегию истощения. Гонка вооружений заставит СССР направить большую часть ресурсов в военный сектор экономики, отчего гражданские отрасли придут в упадок. Война в Афганистане потребует от Советского Союза огромных расходов. Снижение мировых цен на нефть уменьшит приток валюты в СССР. Одновременно низкие цены на нефть благоприятно повлияют на американскую экономику. США вынудили Саудовскую Аравию резко увеличить добычу нефти. Мировые цены на нефть рухнули. В Советском Союзе процветали только наука и оборонная промышленность. Более половины предприятий страны и 80% научных разработок относились к оборонной сфере. Еще в 50-е годы военные предприятия обязали производить товары народного потребления. Но доля их товарообороте была невелика, а качество сильно уступало зарубежным аналогам. Пришедшая к власти новая руководство страны во главе с Михаилом Горбачевым решила преодолеть кризис самым простым образом. Сократить оборонный заказ и перенацелить оборонные предприятия на выпуск товаров народного потребления. Конверсия коснулась и оружейного завода имени Дегтярева. На заводском вернисаже есть не только стрелковое оружие, но и очень гражданские товары, сделанные по высокой технологии и потому пользующиеся спросом. Силовым методом пытались провести конверсию предприятий оборонного комплекса, не подкрепив это необходимыми экономическими решениями. А по объективным причинам в десятки и даже сотни раз уменьшился государственный оборонный заказ. И не сумев предложить ничего оборонному комплексу и не подготовив новое руководство, способное принимать экономические решения в системе рыночных отношений, объективно оборонный промышленный комплекс стал приходить в упадок. В начале 90-х кризис оборонной промышленности привел к развалу системы планирования и снабжения предприятий. Разорвались связи между сотнями заводов и НИИ, останавливались производства, рубль обесценился. В декабре 91-го СССР распался. Об оборонном комплексе уже никто не думал. Казалось, что накопленного СССР оружия хватит на десятилетия. Новое руководство страны объявило руководителям крупнейших оборонных предприятий, что отныне выживание производства – их личное дело. Отныне государство помогать им не будет. Это означало крах не только огромных предприятий, где коллективы насчитывали до 50 тысяч сотрудников. Разорялись заводы-поставщики, число которых у головного завода порой доходило до 500. Мы живем в рынке. Да, рынок должен как-то ограничить. Но закупка оружия никогда не была в рынке. А это обычное государственное дело, государевое дело. Поэтому само государство, наверное, какие-то правила игры должно выработать. К 94-му году выпуск продукции предприятиями УПК сократился в 20 раз. Оборонный заказ упал в 30 раз. Вставали градообразующие гиганты, росла безработица. Почти половина высококлассных инженеров, научных работников, рабочих ушла с заводов. Многие решили поискать счастье за рубежом, ввозя знания и технологии. По данным службы внешней разведки, в начале 90-х годов западные разведслужбы и корпорации получили из стран бывшего СССР засекреченную научную информацию и технологии в таких объемах, что оказались не в состоянии ее обработать. Руководство НАТО открыло особую программу, привлекавшую специалистов из стран СНГ для классификации полученных технологий и адаптации их к западным стандартам. Технологии советского УПК нашли применение на тысячах предприятий во всем мире. В середине 90-х на мировом технологическом рынке произошло перепроизводство. Во всем мире происходил технологический рывок, а в российской экономике нарастал кризис. Часть производства ушла объективно на территории государств, вновь образовавшихся. А это крупные научно-производственные объединения. На территории Украины комплекс ракетно-космических и авиационных систем. Две ступени из трех для ракет-мобильных комплексов Тополь поставляла украинская КВ «Южная» и теперь требовала оплаты в валюте. Но ее просто не было. Основной разработчик ракет НПО «Теплотехника» пошел на смелый шаг – наладить их производство в России. Задача усложнялась тем, что военные соглашались закупать только комплексы нового поколения. Несмотря на все трудности, конструкторам удалось создать практически заново мобильный комплекс Тополь-М, которому до сих пор нет равных в мире. Его маневренная боеголовка на гиперзвуковой скорости может преодолеть любую противоракетную оборону и поразить цель в любой точке земного шара. Ядерное оружие сегодня является основным гарантом безопасности и защиты государства от развязывания войны. И в этом смысле это больше политическое оружие, чем оружие войны. По договору о сокращении стратегических наступательных вооружений поэтапно снимаются и утилизируются стратегические ракеты «Воеводы», известные на Западе как «Саданат». Тополь-М остается единственной межконтинентальной ракетой наземного базирования. Потеря производства Тополя-М означала бы полную утрату России одного из компонентов ядерной триады. В 1853 году разгорелась русско-турецкая война. Российский парусный флот под руководством адмирала Нахимова разгромил турецкие в сражении при Синопе. Турцию поддержали Франция и Англия, страны, где шла промышленная революция. Англия имела самый большой современный паровой флот, позволявший ей владеть четвертью мира. Бой парохода против парусника означал гибель для последнего. Чтобы избежать бессмысленной гибели, командование Черноморского флота решило затопить эскадру парусных линейных кораблей, перекрыв англичанам вход в Севастопольскую бухту. На суше русская армия потерпела поражение. Нарезные ружья англичан и французов издали расстреливали русскую пехоту, вооруженную гладкоствольными ружьями. Техническая отсталость России привела к поражению в Крымской войне, вызвав политический кризис. Вскоре Александр II отменил крепостное право и взял курс на реформы. Военно-морской флот всегда был одним из самых дорогих видов вооружения. После распада СССР российский флот надолго замер на базах. В середине 90-х моряки большинства кораблей так ни разу и не вышли в море за все время прохождения службы. Особенно пострадал подводный флот. Из его состава были выведены 145 атомоходов. Основной строитель подлодок Севмаш более 10 лет не получал денег на достройку кораблей. Вот тот же Севмаш, знаменитый завод, который выпустил больше сотни атомных подводных рейсеров, он же выдержал эти тяжелые годы благодаря тому, что он построил всего одну, и то еще не закончил, платформу для добычи нефти. В октябре 2006 года флоте мира облетела сенсация. На международном салоне Евронаваль-2006 был представлен совместный российско-итальянский проект субмарины С-1000. Италия – страна с давними традициями строительства военно-морского флота и действительный член НАТО, где существуют жесткие стандарты вооружения. Тем не менее, итальянцы собираются строить лодки в России и оснастить их российскими ракетами-клапами. В середине 90-х годов экспорт вооружений был практически единственным источником финансирования оборонной промышленности. Но большая часть рынков оказалась потеряна. Продажи сократились в пять раз. Четкая структура экспорта вооружений оказалась разрушена. Сразу три государственных объединения торговали оружием. В ноябре 1997 года в Иркутске на жилые дома упал транспортный самолет «Руслан» с двумя истребителями Су-27 на борту. Погибли десятки людей. Расследование показало, что у компаний, поставлявшей самолеты во Вьетнам, не было даже лицензии на торговлю вооружениями. А созданные под сделку офшорные компании получили страховку и тут же исчезли. Пришлось государству компенсировать потери. Экспорт вооружений почти ничего не давал предприятиям. Их руководство стало искать прямой выход на зарубежных заказчиков. В начале 90-х Индия решила перевооружить свои танковые войска. В Нижнетагельском танковом КБ конструктор Валерий Поткин разработал перспективный образец танка Т-90. Но на его доводку не хватило средств. Индийские танкисты остановили выбор на Т-90, если его приспособят к тропическим условиям. Преодолев неимоверные трудности, нижнетагельцы выполнили контракт. В результате один из самых современных танков получили не только индийские военные, но и российская армия. По государственному оборонному заказу мы должны переоснастить 7 танковых батальонов, 13 мотостолковых батальонов. Это, конечно, новые танки Т-90. Часть танков Т-90 Индия предполагала собрать на своих заводах. Но уровень современного танкостроения требует сверхсложных технологий и отлично подготовленных кадров. Индийские танкисты забраковали все Т-90 собственной сборки и заказали еще 140 танков в Нижнем Тагиле. Я танкист. Я знаю этот танк. Он никогда не подведет в пустыне, джунглях и в горах. Успехи русского оружия на внешних рынках обострили конкуренцию. Методом устранения российских конкурентов стала покупка акционируемых предприятий зарубежными компаниями. Когда угроза банкротства нависла над КБ «Миля», фирма «Сикорский» попыталась выкупить контрольный пакет акций. В дальнейших планах американцев была ликвидация конструкторского бюро, превращение заводов в ремонтные базы. Вертолеты «Ми» самые популярные в мире могли стать музейными экспонатами, а наши ВВС закупали бы американские машины. Только вмешательство государства и патриотизм сотрудников спасли фирму «Миля». Сегодня производство легендарных машин возросло многократно. В 2006 году на вооружение российской армии поступили Ми-28Н, непревзойденные в классе вертолета в поле боя. Он может вести бой в ночное время, действовать в горах, наносить точечные удары. Оружие – это всегда говорит не только о силе, но и о возможностях страны сделать высококачественный, высокотехнологический продукт. Русское оружие – сами типы тех вооружений и техники, которые сегодня поступают по линии экспорта, они еще раз доказывают востребованность российского оружия. Предприятия работали на экспорт, а российская армия почти ничего не закупала. Если в 90-м году было приобретено 500 самолетов, то в 95-м году ни одного. Отрезвление пришло скоро. Война на Северном Кавказе оказалась одной из первых в новом поколении войн. Главным врагом стал терроризм. Основным методом ведения боевых действий – диверсии и террористические акты. Кто воевался? Родимый. Противопехотные мины. Противопехотные мины. Большая часть оружия боевиков была советского производства. Но присутствовали и зарубежные образцы. В первую очередь – средства связи, позволявшие шифровать переговоры и прослушивать станции федеральных войск. Установленные на фугасах цифровые передатчики превратились в грозное дистанционно управляемое оружие. Эффективных средств их поиска и разминирования не было, поскольку СССР и НАТО готовились совсем к иной войне. В кратчайшие сроки инженерам удалось разработать мощные средства глушения радиосигналов, дистанционного подрыва и взрывных устройств. Приборы «Анкер» и «Коршун» позволяют обнаруживать пояса шахидов и электронные фугасы за толстыми стенами. Заказы от армии и спецслужб всего мира на десятки тысяч таких приборов говорят о всемирном признании нашего лидерства в средствах разминирования. Перемещение отдельных элементов взрывного устройства относительно друг друга. В результате этого изменяется эффективная поверхность рассеяния. Вот это изменение позволяет устройствам типа «Анкера», обнаружителям «Анкера» обнаружить наличие этого взрывного устройства на человеке. Чудовищными преступлениями террористов, заставившими содрогнуться весь мир, стали взрывы домов в России и других странах. В такой войне возможность применения стратегических сил крайне ограничена. Есть такая иллюзия, опять-таки, такое стремление, чтобы дорогой солдат или офицер сидел бы в комфортабельном и управлял самолетом, который воюет, стреляет, убивает людей. С другой стороны, вы увидите по тому же Ираку, что в конце концов все равно кончается все пехотинцам. Боевой опыт показывает, что основная тяжесть войны с террористами ложится на пехоту и силы специального назначения. Система оружия, это должны быть, уже если приходить к войскам, к структурам войск, это должны быть системы оружия, состоящие на вооружении каких-то спецподразделений. Сегодня комплекты боевой экипировки «Бармица» и сверхточные автоматы «Абакан» стали привычными в подразделениях спецназа. Понимание того, что без оборонной промышленности и науки страна может оказаться разоруженной, заставило правительство обратить внимание на оборонно-промышленный комплекс. Год от года росли закупки военной техники, но переломным стал 2000-й год. С 2000-го года мы, по сути дела, приступили к серьезному глубокому структурному реформированию оборонного комплекса, начиная с понятия причин системного кризиса, которые в нем появились. Началась выработка стратегии развития. Особое внимание уделялось анализу соответствия предприятий с современным требованиям. Если в определенной степени провести оценку сегодняшнего состояния оборонной промышленности, то первое, на что бы я обратил внимание, это на состояние технологий. И я здесь ничего нового не скажу. Технология устарела. Устаревшими оказались не только производство, но и вся система закупок. Ориентация экономики на экспорт диктует высокие цены на сырье и энергию, что значительно повышает конечную цену изделий. Говоря о промышленности, об оборонке, ну как бы в определенной степени, немножко как бы с отрицательной точки зрения. Это те цены, которые нас абсолютно не устраивают. Не устраивает та складывающаяся ситуация, которая реально существует в государстве. Фактически загоняет как бы в угол предприятия, те же предприятия оборонки. Стояла задача не потерять ОПК, сохранить потенциал и кадры. И в то же время реформировать. Закупать только необходимые для обеспечения безопасности страны в новых условиях вооружения. Учитывался и опыт СССР. Военные расходы не должны подрывать экономику. В результате досконального анализа была найдена пропорция. Военный бюджет не должен превышать 3% ВВП. Уже в следующем, 2001 году, начался резкий рост производства. С 1996 года выпуск военной продукции вырос почти в 4 раза. Петр I видел основным источником средств для модернизации России продажу леса, парусины, мехов. Для торговли нужен был выход к морям, что столкнуло Россию со Швецией. Война с сильнейшей армией Европы потребовала создания флота и обновленной армии. Металла для орудий, ружей и кораблей не хватало. Петр повелел построить десятки казенных и частных металлургических заводов на Урале. Шведские армии и флот были разбиты оружием, сделанным из уральского железа. Во второй половине 18 века Российская империя превратилась в крупнейшего в мире производителя чугуна, большая часть которого экспортировалась в Англию. В середине первого десятилетия 21 века Россия окончательно преодолела кризисные явления 90-х. Экономика укреплялась, возрождается российский ОПК. Теперь страна – это уже не бывший СССР, а новое крепкое государство, которое должно занимать подобающее место на мировой арене. Сегодня оборонно-промышленный комплекс – это 1355 предприятий и организаций, в которых работает более 1 миллиона 700 тысяч работников. Оборонный комплекс сегодня сильно отличается от существовавшего в советские времена. Из бремени экономики он превратился в движущую силу ее развития. Значительные доходы оборонным предприятиям приносят продажи продукции мирного назначения, но эти пропорции еще далеки от идеала. И соотношение выпуска гражданской и военной продукции составляло как 50 на 50. И такую задачу мы ставим перед собой на период до 2011 года. Но сегодня покажется цифра 60 на 40. И это нас не совсем устраивает. Российская энергетика – это динамично развивающийся рынок с огромными потребностями в современном оборудовании. В области энергетического машиностроения, например, у нас сегодня есть огромный потенциал, потому что мы развивая свой рынок и имея продукт в виде энергии, которую в том или иной форме мы можем поставлять в мир, мы можем освободить здесь и средства получить для развития собственной индустрии. Нефть и газ – невозобновляемый природный ресурс. Основной поставщик газа в Европу – Россия – проводит политику продажи углеводородов по наиболее выгодным ценам. Западные политики, привыкшие оказывать давление на ослабленную страну, обвинили ее в энергетическом шантаже. Прозвучали требования поставить под международный контроль источники углеводородов в России. По данным Горбачев фонда, современная цивилизация лавинообразно наращивает производство и потребление товаров и энергии, что ведет к быстрому истощению природных ресурсов. Обостряются антагонизмы на Азиатском континенте из-за контроля над пресной водой, на Среднем Востоке из-за нефтяных запасов. В других регионах не утихают локальные войны за месторождение алмазов, урана, золота. Уже в 20-е годы 21 века войны за ресурсы могут привести к глобальному катаклизму. Россия – самая большая страна в мире, обладающая огромными природными богатствами. Сегодня именно природные ресурсы являются основным источником ее процветания. Задача поставлена президентом и обществом. Нам нужно уйти от сырьевого направления, нам нужно выйти на современную суперпромышленность. И те места рынка, я считаю, что прежде всего энергетическое машиностроение, огромные территории требуют больших сил для их защиты. Только мощная, хорошо обученная и оснащенная армия может служить гарантией того, что новые геополитические угрозы не превратятся в реальные конфликты и войны. Вооруженные силы сегодня начали представлять из себя такое в государстве, именно как вооруженные силы, которые гарантируют, полностью гарантируют независимость и России как государства. В 2001 году Джордж Буш-младший объявил о возобновлении программы «Звездных войн». В его речи утвердалось, что это не направлено против России. Одновременно президент Соединенных Штатов уведомил, что через полгода Америка выходит из договора по ПРО. Только теперь, спустя почти четверть века, после речи Рейгана, можно раскрыть тайну, так тщательно хранимую Михаилом Горбачевым. Что было советским асимметричным ответом на программу «Звездных войн»? Оказывается, еще в 1984 году советский ученый Ремилий Авраменко предложил принципиально новое решение проблемы противоракетной обороны. В фокусе излучения наземных компонентов плазменного оружия образуется облако высокоионизированного воздуха, плазмоид. Плазменное образование воздействует на баллистические ракеты, как бетонная стена на мчащийся автомобиль. Это была сверхсекретная разработка ИИ радиоприборостроения. Это все направление революционное. Начиная от прожигать и сбивать, это все было наше, как говорится. Мы прошли через этот путь, поняли, что он энергозатратный. И дальше пошли на вариант с использованием собственной кинетической энергии летящей ракеты. Ставили, можно сказать, подножку этой ракете. На сегодняшний день отечественными учеными найдено еще несколько эффективных вариантов асимметричных ответов на любые космические угрозы. Но эти секреты станут известны еще не скоро. Начиная с 2000 года на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ тратилась большая часть денег государственного оборонного заказа. То есть более 50%. Мы искусственно ставили перед собой задачу завершить ряд научно-исследовательских работ с тем, чтобы приступить к практическому техническому переоснащению армии и флота вот начиная с 2007 года. Запрет на применение оружия в космосе не означает прекращение его военного использования. Введение современной войны немыслимо без интегрированного поля боя. Когда информация и о противнике, и о каждом своем солдате, подразделении, танке, самолете, управляемой ракете поступает в единые центры управления. Оттуда, после мгновенного анализа ситуации, поступают цели указания и команды на ведение боя. Ориентация на земле происходит по американской системе глобального позиционирования GPS. Однако ни одна система не гарантирована от сбоев. В начале февраля 2007 года ведущие мировые телеканалы продемонстрировали видеозапись, на которой американские пилоты в Ираке поразили колонну английских войск. Это отнюдь не единственный случай friendly fire дружественного огня. Даже по официальным данным в кампании 2003 года войска коалиции понесли от него не менее 15% потерь. Подобные проблемы возникали у российских войск во время контртеррористической операции в Чечне. До недавнего времени строгие правила секретности не позволяли нашим военным использовать приборы GPS. А почти каждый боевик имел такое устройство. Поэтому на вертолеты, танки, машины наши военные полулегально устанавливали приборы GPS, приобретенные на свои личные средства. В 2007 году проблема навигации решена окончательно благодаря российской системе ГВНАСС. Полное и выполнение государственной программы по глобальной навигационной системе, которая позволит быть независимыми выпуск, выпуски и при необходимости применения высокоточных систем оружия, крылатых ракет различного базирования морского, авиационного, сухопутного. Первые спутники ГЛОНАСС были запущены еще в 1995 году. Однако плачевное состояние оборонной промышленности не позволило задействовать систему. Несколько аппаратов сошли с орбиты. Воссоздание системы началось уже в новом веке. Были выведены на орбиту новые спутники, создавшие единую сеть вокруг земного шара. Полный ввод системы ГЛОНАСС в строй произойдет в 2009 году. В ближайшем будущем не только военные смогут воспользоваться этой системой, но и мирные корабли в океане, и даже любой автомобилист. Ведущие производители индивидуальных систем ориентирования переходят на выпуск комбинированных моделей, способных принимать сигналы от американской GPS и российской ГЛОНАСС. По данным комиссии ООН по контролю за вооружениями, международный контроль за сокращением атомных арсеналов и ликвидацией оружия массового поражения подстегнули исследовательские работы по созданию оружия на новых физических принципах. Нанооружие, мельчайшие управляемые боевые механизмы размером с большую молекулу. Электронная бомба поражает только электронные устройства и уничтожает информацию компьютеров. Чистая термоядерная бомба. При ее взрыве синтез водорода осуществляется мощным источником импульсной энергии. Эффект такого оружия сопоставим со взрывом атомной бомбы малой мощности. Для решения проблемы соответствия вооружений возникающим угрозам в 2006 году была создана военно-промышленная комиссия при правительстве России. Военно-промышленная комиссия которая сегодня работает в новом формате и на постоянных условиях. Да, эта комиссия сформирована в прошлом году но опыт ее работы за 2006 год показал правильность принятых решений. Комиссия может или обязана принимать решения оперативные. Особое внимание уделяется долгосрочным планам. выработана и утверждена программа закупки вооружений до 2015 года по которой армии и флот получат 5 подводных ракетоносцев 69 комплексов Тополь-М 1400 танков более 7000 БМП и ПТР 60 ракетных комплексов Искандер 18 дивизионов зенитно-ракетной системы С-400 и более тысячи самолетов и вертолетов. Воронка знает по крайней мере на 10 лет вперед ту загрузку, которая уже никогда не отменится. В середине 20-х годов в СССР благодаря НЭПу быстро развивались сельское хозяйство и потребительский рынок. Но оборонная промышленность простаивала, а армия имела устаревшее вооружение. правительство поставило задачу создать заново современные отрасли промышленности, в том числе оборонную. К началу 40-х годов СССР превратился в одну из ведущих промышленных держав мира. Даже потеряв в начале войны более трети потенциала, советская промышленность смогла к 43-му году превзойти Германию и оккупированные ей страны Европы по выпуску военной техники. Победа была бы невозможна без развитого оборонно-промышленного комплекса. Решение стратегических проблем невозможно без хорошо подготовленных специалистов. Деньги сами по себе не могут строить самолеты, создавать электронику. Ульяновские научно-производственные объединения Марс на отдельных направлениях средний возраст работников этого предприятия меньше 30 лет. Хотя в среднем по оборонно-промышленному комплексу средний возраст более 50 лет. Старение кадров авиакосмической промышленности проблема общемировая. Окончание холодной войны и сокращение ракетно-ядерных потенциалов вызвало резкий отток кадров из военно-промышленных отраслей. На сегодня две трети американских специалистов космического сектора люди предпенсионного возраста. К 2010 году проектировать и строить ракеты и космические корабли будет некому. Американцы пытаются решить проблему за счет привлечения молодых ученов из других стран. Российские предприятия также находят решение этой проблемы. Так, производящая авиадвигатели корпорация «Сатурн», головной офис и завод которой расположены в Рыбинске, ищет специалистов по всей России, странам СНГ и даже за рубежом. «Сатурн» построил огромный жилой район, в котором специалистам предоставляются квартиры. На средства предприятия содержится факультет авиатехнологической академии. Большинство выпускников получает высокооплачиваемую работу на предприятии. На производстве моторов для гражданского лайнера «Суперджет-100» в Рыбинске по контрактам работают специалисты из Франции и Швейцарии. Сотни специалистов французов находятся здесь в рамках времени этой программы. Сотни русских выезжают, инженеров, конструкторов, технологов, люди, занимающиеся рынком, выезжают и во Францию, и в те страны, которые необходимы для создания двигателей. В 2005 году руководство НАТО приняло решение о переходе через пять лет на новое поколение военной техники. Замороженные из-за дороговизны проекты вновь получили финансирование. Принят на вооружение истребитель F-22 Raptor, продолжились работы по его европейскому аналогу Еврофайтеру. Если брать опыт Советского Союза, всегда существовало соперничество. Соперничество дуэльное. У них самолет такой, у нас должен быть лучше. У них танк такой, у нас должен быть лучше. Если рассуждать так, то мы друг друга загоним в очередной виток вооружения и в конце концов не получим практически по-крупному не получим ничего. Россия не пошла по пути создания аналогов зарубежным образцам. Была разработана иная концепция, универсальная, самолета пятого поколения для отражения большинства современных угроз. Он способен наносить точечные удары по террористам, участвовать в ограниченных конфликтах, бороться с авиацией противника и его наземными силами. При разработке применяется все новое, вот то, о чем я говорю, и конструкционные материалы, и сплавы, и все, что касается оборудования самолета с точки зрения его позиционирования в воздухе, на земле, с точки зрения управляемости, с точки зрения зрения его, там, ночного, телепракрасного, и так далее, и так далее. Фактически, новое оружие, причем оружие такое универсальное, его, типа, воздух, 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 земля. Несмотря на экономические трудности, конструкторские бюро своими силами сумели построить прототипы нового самолета и создать большую часть агрегатов. На объединении Сатурн создан новейший двигатель 117С. В НИИ имени Тихомирова разработан радар с фазированной антенной решеткой, превосходящий все существующие в этой области. Радар может обнаруживать и наводить ракеты на несколько самолетов и крылатых ракет и одновременно отыскивать наземные цели. Сегодня мы над этой проблемой успешно работаем и прошли уже несколько этапов разработки, приступили к изготовлению образцов. Чтобы не распылять усилия на создание новых отечественных самолетов, в 2006 году образована Объединенная Авиастроительная Корпорация. Создаваемый ей боевой самолет пятого поколения будет мало похож на прежние советские, не только по концепции. Он строится по новой схеме международной кооперации, позволяющей объединить потенциалы многих стран и разделить расходы. Международное сотрудничество между бывшими противниками делает их партнерами, уменьшает опасность новых войн. Все, что дает и будет давать современная наука, то ни одно государство в ближайшем будущем не способно будет производить вот этот весь спектр техники, я уже не говорю об оружии, а техники, которая должна вобрать в себя вот эти все новые, ноу-хау. поэтому я думаю, что международная кооперация за ней будущее. 90-е годы 20-го века были десятилетием доминирования США. Возрождение России, резкий рост экономик Индии и Китая, увеличение их военных потенциалов изменили картину мира. Он перестает быть однополярным. В январе 2007-го КНР объявило об успешном завершении испытаний антиспутниковой ракеты. Через несколько дней Джордж Буш объявил, что размещает системы ПРО в Польше и Чехии. Президент США вновь напомнил миру, что Соединенные Штаты собираются форсировать программу звездных войн. Милитаризация космоса, по мнению России, может спровоцировать непредсказуемые для мирового сообщества последствия. Не меньше, чем эры. И мы не раз выступали с инициативами, направленными на недопущение оружия в космос. Сегодня хотел бы проинформировать вас о том, что нами подготовлен проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. В ближайшее время он будет направлен партнером в качестве официального предложения. В 2010 году завершится американская программа Шаттл. Его космические челноки подлежат списанию. Эксплуатацию готовящегося им на смену пилотируемого исследовательского корабля американцы планируют начать не ранее 2017 года. Имея сразу несколько классов ракет-носителей, Россия получит уникальный шанс вновь стать лидером в мирном космосе, совершить технологический рывок в будущее. Завоевать это лидерство поможет продукция нашего оборонно-промышленного комплекса. Субтитры создавал DimaTorzok